всем привет рассказать ну во первых появилась небольшая работка я рассказывал что был такой прибор на той работе где трансит проработал димикс проигрыватель родил давно еще на старых чипах еще когда у них был и собственно несколько сотен штук там они продали и они у них начали немножечко заканчиваться и были такие планы разработать на новой элементной базе там с расширенный функционалом все как положено мне это конечно зашло очень хорошо работать можно из дома по по накатанному и изучать новые вещи договорились за 5000 шекелей первый шаг я ему сделаю то есть работоспособную полностью функциональное устройство соответствующее тому что было здесь на новой элементной базе с сенсорным интерфейсом с два раза более широким экраном это просто дисплеечек простой но не суть а вот и собственно и все я это сделал а он уехал в таиланд семьей чтобы переждать когда у нас тут обстрел был с ирана еще позапрошлый а вот и потом он приехал я ему написал он мне не отвечал и тут вдруг собственно у него осталось буквально несколько штук его петух жареные клюнул значит все уже кончаются они надо что-то продавать и он давай мне вот давай быстро быстро за полтора месяца за месяц там что-то такое сделаем не 20 штук вот но это как бы не очень реально потому что это все во первых вручную вторых все заказывать надо даже то самое стекло и а плане предполагается что здесь будет использоваться горилла глаз настоящее стекло каленое брендовое она будет вырезана там на станках папа по размеру с графикой двухцветной там все все как положено вот это все надо естественно нарисовать заказать ну в общем такое при желании можно но из за каждой за каждую позицию надо будет платить быстро доставку dhl там это все вот ну не суть в общем он мне заплатил это 5000 причем это на самом деле это была смешная смешная сумма совершенно но больше он бы не дал такой просто вот я его знаю а вот и поэтому я пошел на это из-за того что мне это интересно во первых во вторых я договорился с ним что разработка ему не продаю то есть как бы я ему отдаю все коды все все нет проблем но он не не становится с единоличным собственником скажем так а я могу все что я делаю использовать других местах и самое главное даже сам прибор я могу продавать параллельно ему ну собственно чтобы не естественно друг друга не портить я не буду цену сбивать вот но продавать может где-то на амазоне на ebay там я не знаю что если я сделаю как положено на рынке таких нету вещей это может быть интересно вот и собственно сейчас вот у меня второй этап и это прикольно будет очень красивый корпус напечатанный на 3d принтере и стекло красивое будет все это сделано интересный дизайн шамбул с одной стороны значит вклеивать это стекло другой стороны будет защищен защелках там в общем есть очень интересные идеи как стерилизовать чем еще занимаюсь плюс к этому такие устройства будут синхронизироваться то есть сейчас одно работает на 512 каналов то есть 512 точек он она может контролировать с разной там интенсивностью цветом и так далее 112 светодиодов например вот а когда используется зал из там где несколько тысяч этих светодиодов или видеоэкран на этом протоколе или еще что-то то одного мало и нужно чтобы собственно вот несколько таких каналов по 512 синхронизировались между собой то есть один будет ведущим он будет подключаться проводом к следующему здесь в меню можно будет выбрать режим собственно ведущего как только он включит то все кому он подключен должны будут включиться в режиме выдумыва там появится на экране я ведомый и то что здесь быть набрано запись например или воспроизведением соответственно все будут с ним синхронизируется то есть если запись то все будут записывать свои 512 одновременно на карту памяти а воспроизведения соответственно воспроизводить одновременно с ним причем каждый такт будет синхронизироваться естественно не просто начала чтобы на протяжении всего времени программа ни на каком из приборов не отставала не не ускорялась относительно соседних вот это прикольно вторая тема значит у нас тут был обстрел из ливана из ливана из ирана хотя из ливана тоже вот я первый раз зашел бомбежище я живу в очень гайонном районе на самом гайонку можно найти поэтому я плачу только 3000 за квартиру 3 комнатно уже нет таких цен а вот и собственно соответствующий контингент то есть от марокканцы это религиозные религиозные ладно они там спокойные то есть они не трогают ходят себе а марокканцы это такие кто знает узнает то есть это такой особый контингент вот и как не скажу как цыгане но в общем что-то подобное и собственно зашли мы с мамой в это бомбубежище напротив дом у нас комнатка наверно там три на три метра что-то такое железной дверью а вот и собственно там было но не знаю сколько было всего народу может быть 20 может быть человек может быть что-то типа того но какой голдеж был во-первых как они выглядят у меня флешбек возник с фильмом со шварцнеггером был такой фильм когда кислород пропадал вспомнить все по моему себя не ошибаюсь там была одна баба с тремя сиськами там были люди у которых там ну в общем у них было что там челюсть высовывалась у другого глаза у третьего еще что-то вот примерно вот вот это мне напомнило то есть у там у них девочка какая-то там под 100 килограмм весом которая такая агу агу который там не знаю сколько или это уже до черта мужики странного вида какие-то такие что-то ужасное налепили эту кипу эту черную не туда не сюда сам он такой не знаю как как депортье наверно такие вот вот такие вот грубые такие непонятного вида с какими-то такими штанами натянутыми какие-то и они все галдят галдят вот в этой комнатке 20 метров не знаю сколько там метров короче говоря а вот и такой галдеж что не не слышно сирен вот сирены вокруг воют а я телефон включаю чтобы найти где эти сирены прикладываю к уху для того чтобы понять есть сирена или нету и даже камеру свою включал мне дома две камеры на улицу смотрят с двух сторон я подключался к своей камере включал звук и прикладывал телефон к уху чтобы знать а есть это снаружи все сирена сейчас или я нету этот галдеж просто вот он каком-то курятники вот базарная вот это вот их нету это ужасно то есть как я с ними не контактирую но как бы вот эта среда это просто туши свет а вот и здесь они везде то есть большинство их узраве вот к к культуру поэтому мы на дорогах беда вечно с ними ездишь они и машины бьют и ну все посылки воруют и там не с кем разговаривать вообще не они ну не понимают да не вырежут это здесь так и правило есть такой закон я прав или там в это почему поэтому не это не работает у них выражение вот эти вот их не вот вот и хочу мне спросить что не скажи им если что-то не в его интересах не имеет значение собственно есть какие аргументы нет аргументов она начинает у них вот есть такие фразы лама макара то есть типа почему что такое или почему кто-то или момента для мама ешь и вот это вот все вот это вот и все вот он как непробиваемый все вот у него кто ты а что такое а что он это все вот вот эту все разговаривать нечем с ними вот и соответствии с этим в продолжении темы я сегодняшний ролик посвящаю истории проблем введение бизнеса в израиле с которыми я сталкивался у меня собственно бизнес открыт с двух тысяч и девятого кажется года все же давно вот и сначала я был очень наивным и думал что вот я сделаю самый лучший продукт и и выиграю всех обыграю потому что я продам его дешевле чем другие он будет круче чем другие и все собственно имени нужно будет напрягаться я тут буду просто король потому что здесь все очень такое ну в общем все что местного производства но как правило довольно примитивно стоит дорого а импортная тоже было достаточно достаточно рынок был закрыт и собственно мало качественных товаров было рынке присутствовал вот только самые дешевые которые там закупили контейнерами и потом распродаетесь бешеной накруткой а как чего-нибудь поприличнее такая даже не сюда не попадала но сейчас немножко получше потому что все-таки интернет алиэкспресс и все это с налогами попроще стало освобождение до 75 долларов которые кстати скоро хотят отменить а вот ну вот и в общем в общем начнем для начала все друг друга знают здесь и в основном это восточные вот эти вот и в основном когда они что-то видят не свое они не знают человека они знают кто это что это у них вот какой-то нюх такой они сразу по названию смотрят название бизнеса например на них не то есть это кто-то то ли русский то ли это какой-то шкинас француз там я не знаю что не не так не так звучит они начинают хаять даже если они про это ничего не знают но это известная штука это собственно в россии вот пропаганда и там тоже нам ничего не знает что происходит допустим других странах украина запад все такое ну хает почему потому что так принято так научили значит вот так тут то же самое если не свои значит они у нас отбирают рабочие места значит надо их давить как можно в общем все почему зачем об этом никто не задумывается это неинтересно думать об этом думать и вообще не интересно вот примеры примеры ну начнем с самого простого я назывался элиготек собственно со изначально сначала у меня была была мысль мира так то есть мира так это типа на иврите это значит что-то удивительно звучит как тег и так я это но это было до того как я зарегистрировал типа бизнес когда регистрировал или готов не понравилось элеганты технологии а вот и как только видят это название сразу в гугле мне начали приходить единицы одна звезда google бизнесом есть такой вот у гугла такая это кто как они меня знать не знать я еще ничего не выпускал вообще смотрю одна звезда пожаловался google сказал вот уберите меня человек даже не знает и все они они не ответили что формально чисто мы не имеем право убирать у нас не соответствует нашей политике собственно все все отзывы они имеют право быть все так вот потом я начал пускать кодовые замки и поначалу у меня начали выклянчивать бесплатные образцы ну на витрину что принципе логично и один мужик которыми выключил бесплатный образец ой как же назывался то мой клиент он был ты вот израиля вот его сосед супер ты вот он назывался вот они прям два конкурента бы и вот этот супер ты вот у меня выключил повесил его на витрину мне ни одно не купил и все кто к нему заходили он показывал говорю вот это вот такая гадость я когда ты их покупал ставил они не работают они делают проблемы не бенебери вот покупай мои вот и показывал китайские которые он там за копейки это вот и и собственно вот так вот только для этого на меня этот образец и выключил потом они и смысле вот эти вот разные товарищи которые работают в этой сфере они узнали что мой кодовый замок очень легко зайти в настройки перепрограммировать вот специально это было сделано чтобы это было легко сделать и и естественно большими буквами было написано в инструкции что поменяйте мастер-код чтобы кто попал не мог зайти естественно люди этого не делают потому что всем пофиг абсолютно купил поставил код который клиент захотел получил деньги все установщика и ушел и потом значит вот эти вот установщики сторонние которые ходят и они ненавидят конкурентов особенно с русским названием или готек что за лиготек вот и на душу был и цик хашмаль там или вот вот такое на свой лад какой-нибудь мизрахи там это они видят мой кодовый замок сразу же издалека они подходят 3 3 2 минуты заходят программирование выбирают режим самый какой-нибудь который может нанести максимальный урон например режим где постоянно включен замок там значит электрический замок он включая когда него под подается ток он включается он не рассчитан на длительную работу он где-то там на 3 секунды на 5 секунд включается человек заходит он отключается но есть режим с магнитным замком там наоборот то есть магнитный замок он притягивает например стеклянную дверь на него постоянно подается ток и отключается только когда нужно зайти он отпускается двери закрывают и заходят они переключают режим то есть режимный на магнитный замок постоянно начинает идти ток этот электрический замок очень быстро перегревается на это не рассчитан сгорает и все перестает работать а сразу началось из-за твоих кодовых замков сгорают эти замки потом приходится менять их звать техника который будет перепрограммировать назад собственно была проблема с этим то тут то там вообще по всей стране где только я не продал тут там же техники они везде снуют эти установщики как только видят это подходит целенаправленно портят вот я внес изменения в программу с тем чтобы для того чтобы зайти в настройки необходимо было вытащить этот замок мой значит из отключить ему питание включить питание и после этого в течение четырех часов можно заходить на строки делать все что угодно потом блокируется опция до того до того как следующий раз ему еще раз отключат питание и так далее то есть это решил проблему вот проблема с этим с изменениями настройки закончилась было много проблем других например магазин которые продают эти замки был такой магазин неважно название уже и забыл название почему у него были отделения в разных точках страны вода шароне помн там есть небольшой такой кибуц вот я туда к нему приехал привез ему например 6 штук более дорогие замков новых таких фрезерованных которые там чисто металлический без без стекла все более дорогие были привез ему 6 штук абонин тик шор это называлась по моему но не суть и короче говоря он ни одного не продал а потом он явился ко мне и говорит вот мы переехали а не так я должен был у него либо деньги забрать либо забрать обратно эти замки вот я ему звоню как можно забрать обратно не продали там я хотя бы в нашу меня есть на них покупатели он говорит нет нельзя мы переехали в другое по другому адресу и мы их не нашли потому что мы перевезли весь склад все перевезли мы их не нашли мы не знаем где они вот требовать от них денег но естественно это бессмысленно то есть абсолютно судиться с ними за 6 замков ничего не докажет он естественно шаткас оставил естественно ничего не получит но вообще это доплый номер вот вот так вот прошло где-то полгода может быть год им понадобились еще замки такие обычные которые ходовые и значит они позвонили вот мы хотим взять но у нас есть там кое-что на возврат мы тебе вернем и возьмем у тебя тут ту модель не говорю ну окей приходят приходит от них техник приносит мне эти шесть замков которые которые это я уже забыл про них потом я вспомнил приносит мне 6 замков которые они у меня взяли не заплатили вернули я им отдал туши им сделал новый собственно только как мы договорились на обмен и все забрали ушли так те которые должны заплатить что-то чем чем больше компании в израиле тем тем больше она чувствует свою власть и больше отсрочку платежей делает то есть но не буду я имен называть например поставщика дверей которые которым я долго работал он оплачивал по системе шотев плюс 120 то есть если ему привез например там 1 сентября партию замков например 50 штук то считается до конца сентября то есть до 30 и потом еще 120 дней и только потом на то число он не выписывает чек то есть это получается 4 месяца надо ждать пока деньги зайдут вот это вообще считается нормой но обычно дают шутев шишин то есть 60 дней и плюс до конца месяца но те которые крутые типа они еще дольше или был один такой в рамадгане продавец очень крупный тоже сеть магазинов продается значит устройство домофона сначала он не сказал я тоже с ним поссорился сначала он не сказал что вот сделай мне вот-вот-вот по моим требованиям по моим пожеланиям такой вот модель замка вот чтобы он был без кнопок чтобы он был тоненький чтобы он был там все все что угодно такое сикло и 5 10 я тебя буду покупать на регулярной основе я могу тебе подписать договор вы все что хочешь я вот тебе почему от мое слово все брюки я вложился в то ли 400 то ли 600 комплектов довольно много денег там десятки тысяч шекере изготовил привез ему у него не не пошли сильно особенно почему не пошли может быть и моя вина была в этом тоже технологии была не отработана нужно было достаточно сильно нажимать на кнопки про породе сказать чтобы все замки по по схожей технологии они требовали достаточно сильно нажимать то есть у других это было пьезотехнологии у меня она была емкостная вот все технологии которые завязаны на продавливание собственно тонкого металла для того чтобы зафиксировать нажатия у них была такая проблема но в принципе она работала работал нормально все с там ставил и люди пользовались без проблем но у него но так не пошло как он думал и он не перестал их покупать более того те там несколько десятков штук которые он купил не заплатил мне естественно за них то что как бы при поставке товара он оплачивает не наличными отсроченным чеком но уже прошли эти месяцы и деньги сошли он значит звонит мне говорит забери их назад у меня они не пошли забери меня их назад верни мне деньги я грею тебя не могу забрать их назад потому что я вложил намного больше чем ты мне заплатил в то чтобы сделать под тебя всю эту партию потому что мы мы договорились что ты у все ее заберешь собственно ты ты это по твоему заказу это было сделано нет что это такое как бы все это должен терять деньги за тебя все за дела я говорю ну окей давай тогда я я тебя понимаю все хорошо я войду в положение давай говоря тебе буду продавать поставлять вот эти вот на модель сенсорную который со стеклянным скана панели она не у хорошо шла вот и в качестве десяти процентов например от стоимости вместо денег ты мне будешь постепенно возвращать то что у тебя не продалось тех то модели вот а я их упущу на детали я не знаю пусть валяются конце концов я это понимаю у меня уже есть новая модель собственно другом принципе основанной там эти проблемы уже полностью решены нет не так не надо я вообще брать не буду окей у меня вообще не не брал и даже те модели которые не хорошо шли было такое один раз я год за за деньгами бегал то я прихожу мне говорят там этот должен роспись поставить и этот должен хозяин этот а хозяин за границы приходить через через месяц он приедет через месяц он в другую страну уехал и так далее вот эта беготня мне чтобы туда прийти это надо из ботяма было ехать в рамадган по пробкам это надо было целый день я тогда работал нужно было высвободить рабочий день свой потерять приехать к ним и чтобы они сказали вот такой вот и и уехать там стоянок нет отдельная история вот такое было и ну в телевизии магазин который продал мои замки там тоже они повесили на витрину и задвинули то есть все-все-все висят на на виду там может быть там не знаю что в 10 терратор разных компаний а мой там так и такие раздвижные двери и мой всегда вот эту дверь задвигают так что мой не видно было почему а вот так они решили они мой дают как бонус для своих она не продает его в открытую чтобы он наравне с другими и собственно чтобы он конкурировал своим внешним видом потребительскими свойствами нет такого то есть это просто формально они у меня продают почему они меня вообще взялись продавать потому что я демпинговал цены практически его везде наклеил на столбах там на дверях фотографии своего замка снизу написал я с установкой беру там 400 шекер я помню это было еще тогда для них это вообще просто издевательство потому что они продают 400 шекер и тогда цена была без установок без ничего и вот для того чтобы я этим не занимался они меня формально начали брать на реализацию но при этом они задвигались чтобы люди не видели чтобы не собственно не отвлекать клиентов от того к чему они привыкли потому что там свои поставщики поставщики прикормленные собственно все друзья а я тут сбоку припеку ну собственно кому это надо никому не надо вот это что касается этого магазина но я уже рассказывал когда мне заказывали приборы и говорили что вот нужен прибор который мы будем закупать по три штуки в месяц там прибор для таймер который там 10 лет будет рассказывать времена захода праздников выгода праздников автоматический я это сделал в лучшем виде два месяца потратил на разработку а потом оказалось что вся цель вот этого заказа этого прибора была в том чтобы сбить цену у тех поставщиков у которых они покупают они просто показали что вот есть вот такое мы можем это покупать дешевле чем ты продаешь поэтому давай нам сбивай цену и иначе мы будем у того покупать и сбили цену все они они не то что не купили одно ни одной штуки у меня не даже бесплатные образцы взяли все собственно вот так вот ведутся дела в израиле что еще домофоны домофоны это вообще история интересная просто туши свет ну по правде говоря это не совсем относится ко мне но я в это вписался и собственно меня тоже затронула я значит я разработал домофон рассказывал крутой там кучу денег вложил сотни тысяч шекерин квартиру мог купить но подумал что как бы квартиру каждый может купить а домофон разработать могут единицы такой и по тем более такая идея была думаю лучше я вложусь домофон у меня будет своя продукция не имеющий аналогов чем я просто тупо возьму квартиру и собственно это как-то как-то слишком примитивно и это но не суть в общем в общем в общем я поставил штук наверное 10-15 этих домофонов по израилю в одном доме в национе я поставил два причем разработал специальное устройство чтобы они переключались то есть одно стоит на задней двери другой на передней и когда человек заходит либо оттуда либо оттуда и нажимает вызов то соответственно вся линия весь дом переключается на этот домофон откуда ну откуда человек собственно начал звонить такой коммутатор автоматически ездил с памяти он запоминает кто последний откуда заходил так далее вот и все хорошо и прошло уже с тех пор лет наверное 8 все работало шикарно вот но тут собственно за эти годы различные компании кабельные интернета телефоней и так далее они начали прокладывать всю проводку в щитке а мой установщик собственно который все это устанавливал обслуживаю он соединял провода просто скручивая их просто вот скручивая там то допустим 9 проводов на разные квартиры звонков идут там где на этот динамик микрофон там все что-то он их вот так скручивает изолентой сверху и пошел все работало а вот и когда начали вот эти правда протягивать подъезде тут там это оторвали эти проводки скручены там где-то один вылез там два выдернули там же все жестко тянут все сталь бандом это все протягивается все натягивается вот там просто путаница такая как это клубки проводов этих сетках и тут там квартиры начали отключаться и в итоге вода байт то есть это ну тот человек который отвечает за подъезд он нас вызвал меня моего установщика чтобы вот все сделать как положено как это выглядит практически никто не про не платят за эти провода которые в подъезде никого это не интересует естественно люди платят за себя так это работает то есть вот у человека дома висит трубка домофон ему на наладить и поменять ему эту трубку если есть необходимость поменять и вот на разница в сцене в цене в оптовой цене этих трубок для установщика и в цене которую предлагает человеку в этом в этой разнице и заключается собственно доход вот этого самого человека который этим занимается то есть его заработок вот мы уже ездили туда я со своим установщиком вернее я ездил но что установщик уже вышел на пенсию у него уже нету своей квитанции бизнеса и поэтому все идет на меня и машина у него там сломано и там стоянок нет общем я проезжаю забираю его из решена мы едем на сцену это бензин это время это два человека вот и мы там колупаемся с этими проводами ищем концы нам концов концов не найти общем все это это вот и мы уже четыре раза там были за это время мы получили шекерей 400 наверное вот и все почему шекере 400 ну потому что две трубки поменяли по 200 шекерей на трубке заработали собственно и все и при этом мой домофон ни при чем потому что проблема там с этим вот этой проводкой но если я брошу это все не будем этим заниматься то как бы я останусь крайне то есть я производитель домофонов и типа я крайне и и моим фон и говно вот а если я буду этим заниматься мне заплатят только в за трубки которые надо поменять это еще говоришь о вашей трубке там 15 лет ее надо поменять она вся желтая вся это не начинает спорить вот она работает не надо менять зачем ее менять всех все отлично ты хочешь на нас нас поимеется нас обмануть заменить рабочую трубку и взять за это там 250 шекерей он берет мой установщик без всячески вот и вот эти вот скандалы вы нас хотите обмануть взять на за трубки вот собственно а как иначе с них деньги взять скажешь что за провода это не интересует вот моя квартира у нас не работала так и не работает вы ничего не сделали мы вам ничего не заплатим и в общем вот такая история так мало того я еще сидел дома сделал такие платки сейчас покажу да прежде всего вот так вот выглядит коммутатор про который говорил вот прям профессионально сделал только ради одного дома я разработал плату все вот это вот вот это все круто работает но что я сделал значит для того чтобы не были вот эти провода скручены как они скручены в пучок я наделал дома вот таких вот платок это немецкие эти вот терминал блоки без без винтов на не на на пружинках чтобы все было как положено здесь они все соединяются вместе все провода которые со втыкаются они объединяются в одну линию и здесь втыкаются объединяются в одну линию одна такая штука стоит вот чисто себестоимость это где-то 10 долларов потому что там ну где-то два с половиной доллара стоит вот такая вот штука на 4 этих вот это еще на 4 еще на 4 еще на 4 тут четыре четверки и плюс еще где работа эту плату нужно было заказать и это буду со спаять ладно я таких штук сделал штук наверно восемь чтобы там на каждый этаж как положено чтобы эти проводки воткнуть мой установщик на меня еще орал из-за этого что вот зачем ты зачем ты это делаешь на скрутках все должно быть это все 10 лет работает сколько лет работает на пэш работа не трогает она будет работать вот пока начнут дергать они начнут там это потом концов не найдешь вот так мы уже на потихоньку начали эти продавцы высушить получился какой-то порядок это выглядело по-человече а вот но тем не надо еще продолжать их ставить эти платки там на всех там всего 8 этажей на каждом этаже там куча проводов на каждом этаже нужно две такие платки и вот 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 это все занято то есть можете понять сколько там продав и общем туда еще надо ехать еще надо с этим всем возиться и получить с этого две копейки то есть это в принципе замкнутый круг этим заниматься потому что люди абсолютно но их не интересует вот они там в этих квартирах домфон не работает все все и сделать ими чтобы работала я либо ничего не заплачу вообще потому что как бы этого делаете для всех либо если уже нет выбора надо поменять не эту трубку я там заплачу за установку этой трубки еще надо человеку доказать что его трубка была собственно не работающей что была необходимость ее поменять так это работает вот так мой установщик еще говорит вот у меня этот дом есть еще несколько домов я хочу чтобы этим занимался это будет твой хлеб вот они периодически им надо налаживать и они платят и думаю мне такой хлеб спасибо конечно это такое такой бред вообще этим заниматься а такая неблагодарная история а вот в общем такое но может быть если сделать хорошо один раз то проблем там не будет но ну нет там все время лазит все время вырывают и потом это в общем концов не найдешь и в общем такая история вот в общем такие дела это что касалось что касается бизнеса в израиле как я понял из своего достаточно многолетнего многочисленного опыта лучше всего иметь такой бизнес где не будет никаких контактов с клиентом желательно это все сделать автоматически желательно это все сделать как-то как-то стандартно просто и и в общем сократить до минимума вот эти вот интеракции с какими-то внешними структурами будь то это конечный клиент или это какая-то сеть которая продает или это государственные структуры или все что угодно каждый его такой вот контакт он приводит к проблемам потому что все хотят на набибать все хотят поиметь и и порядочностью как правило это не пахнет то есть этом проблемы 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 которые решать и и в общем из этого не вывезешь вот поэтому лучше всего заниматься наверно какими-то программными продуктами не знаю тем что в общем то можно издалека дистанционно апгрейдить и и и при необходимости и так далее ну в общем вот такая история хорошего дня какие дела да еще момент как 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 не упомянуть про это это же пол жизни моей здесь в израиле даже больше там где я работал 13 лет в этой компании клоне сначала то я у них работал как наемный работник и я думал на окей я буду как наемный работник работать чтобы мне шла пенсия социальные все права мои все такое это выгоднее собственно электроникой своей я буду заниматься дома чтобы она не на другому не мешало и первый год я так и работал вот но как оказалось в общем я не люблю рано вставать и это было обговорено в общем то это не мешало я приходил в 12 я приходил в час на работу приходил в два на работу по отбивал картиз и соответственно я получал пол зарплаты вот заплата моя полная была там что-то около 6000 шекерей тогда в начале не 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 вру зарплата была около десяти тысяч шекере 9 10 а я получал около шести то есть вот просто из-за того что я больше собственно большую часть часов не не был на работе ну окей мне хватит я лучше дома буду высыпаться буду заниматься своими делами и как бы совмещать все что им было необходимо я делал то есть как бы разработка вполне достаточно будто времени который этом находился им было хорошо и мне но в конце года я получаю от налоговой счет по-моему на на 8 или на 9 тысяч шекерей вам надо заплатить налоговым почему меня заплатить ну потому что вот вы работали там вы зарабатывали каждый месяц там по по 9000 что-то такое цифра могу ошибаться в не помню собственно примерно порядок цифр вот и собственно у вас вышел перри перебор как часть мы как частник зарабатывали но вы делали мигдомод то есть каждый месяц как как предприниматель нужно делать платежи вперед предположительные в конце года происходит подсчет полный за год сколько человек заработал сколько потратил и вот разница либо ему возвращается с налоговой либо он должен доплатить и у меня вылезла вот этот вот вот эта большая сумма то что я им должен остался и мне пришлось брать суду и и платить им эти деньги как оказалось почему вышла такая сумма потому что мой работодатель по доброте душевной собственно просто заявлял что я работаю на полную ставку и получая каждый месяц вот эти вот 9 там или 10 или сколько там выходило 3 тысяч по по полным часам а на самом деле я получил немного меньше и соответствуем мне платили она намного меньше платилями по часам соответственно я к нему подошел а я говорю можно поднять вот вот этот отверг а ты заявлялся я полную ставку работу он я не помню кажется да я говорила можно поднять вот эти вот часы посмотреть за каждый месяц, сколько было заявлено, сколько это. Нет, говорит, уже нельзя, уже год закрылся, уже все это, всего этого уже нет. Это неправда, они обязаны хранить, но как бы это. Если бы я тогда настаивал на своем, или судился с ним, меня бы, естественно, уволили. И даже тех 13 лет, сколько я проработал в Израиле по специальности, я бы не проработал. То есть я бы уже тогда начал все, ну, в общем, у меня не было бы выбора, я бы пошел на работу. Поэтому я это проглотил. И чтобы больше такого не повторилось, я сказал, все, окей, я больше не буду работать у вас как наемный работник, я буду работать как частник. Он говорит, нет проблем. Вот. И, собственно, начал выписывать квитанции, потерял все социальные права, из-за этого у меня по сей день нету никакой пенсии отложенной практически. Я никогда не был в отпуске, в оплаченном от работы за всю жизнь, сколько я в Израиле 26 лет. Ни разу на больничном я не... Ханя, не, вру-вру. На больничном я был дня 3-4, вот на последнем месте работы, да. Я действительно... Причем заболевал я тогда там же и на работе. Я от кого-то заразился и просидел дома несколько дней. И тогда, да, вот я получил больничный первый раз в Израиле. И все. В общем, я всегда работал как частник и, соответственно, ничего не имел. И это было вынужденная мера из-за того, что вот так вот наябывают тех, кто... Ну, точно с таким столкнулся. Это просто еще один пример. Все. И да, когда меня уволили через 13 лет, там что-то уволили под предлогом ковида, много кого уволили в этот период, мне ни копейки не дали выходного пособия. Ну, собственно, частник. Что ему давать выходное пособие? А за 13 лет это должно было быть такое выходное пособие, за которое люди машину покупают. То есть примерно вот в обычной, обычных, не какие-то там на блатных должностях, при обычной зарплате ну, примерно такого уровня, что можно было машину купить. Ну, вот так вот. Ну и последнее. Я тут вспоминаю, дописываю. Ну, последнее такое, что хотел сказать. Я тут рассказываю иногда, что там искусственный интеллект, это вот колупаю и что-то там пытаюсь. Вот. Там-сям, где-то на форумах, где-то упомяну. И зачем я это делаю? Ну, в общем-то, и хочется поделиться чем-то. И есть какая-то слабая надежда, что меня заметят. В общем, те, кто я хотел бы, чтобы меня заметили. Вот. Ну, собственно, там, не знаю, Америка, там, что-то... Ну, в общем, из свободного мира. Я не хотел бы, чтобы меня замечали китайцы или русские, или арабы, и те, которые там, это... Арабы, собственно, с той стороны. Потому что есть и такие цивилизованные арабы. А вот. И я бы не хотел, собственно, на их благо что-то делать. Даже если бы гипотетически, я мог бы что-то сделать, да? А вот. Даже речь не о том, действительно ли я чего-то добился, или это просто мои фантазии. Если просто гипотетически, вот не я, а просто человек, у которого... который работает много лет, и есть какая-то небольшая даже вероятность, что он действительно делает что-то прорывное, мне кажется, чисто... Вот, вот, чисто логически, просто как бы стоит проверить, ну, как-то взять его под крыло, не знаю, как-то обратить на это внимание соответствующим службам. И кто мог подумать? Ко мне в друзья ВКонтакте напросился какой-то мужик из Сколково. Там прям вот у него официальный аккаунт, и представитель Сколково, вот это-то-то... Вот друзья ко мне. Вот с чего бы, интересно? Они мониторят, вот, выискивают, у кого можно что-то это, вот, у кого привыкнут на свою сторону, там, это все. Я, конечно, отменил за его запрос, но вообще это, ну, не прикольно. Почему вот, если где-то что-то такое интересное потенциально замаячит в интернет-пространстве, то первыми русские на это обращают внимание, а не там, американцы или еще кто-то. Ну, просто такой пример. Субтитры создавал DimaTorzok